Когда же появилось классическое наращивание ресниц? Давайте не будем про это говорить, я сейчас закупаю себя. Только не в глаз. Они рискнули и решили изменить профессию. Пожертвовали стабильностью ради новой жизни, прошли обучение. Но готовы ли клиенты по достоинству оценить их труд? И согласятся ли работодатели сотрудничать с ними? Пройдут ли эти профессионалы все испытания? И смогут ли с уверенностью сказать, я себе цену знаю? Елена Веницкая закончила юридический колледж и даже успела немного поработать в суде. Но быстро поняла, что не ее. Устроилась продавцом в магазин, торгующий материалами для наращивания ресниц. Ты изучаешь все это. Для чего? Что? Какой препарат? Какие реснички? Куда? И я все-таки решилась попробовать отучиться на мастера наращивания ресниц. И отучилась? Вот только старт карьеры омрачила пандемия. Я решила, что поеду к родителям в Казахстан, пока как бы все не успокоится. Успела там выйти замуж, родить ребенка. И получается, когда дочь немножко подросла, мы переехали обратно сюда. Времени зря не теряет. Это прямо про нашу Елену. Пристроила дитя в садик и вспомнила про ресницы. Теперь Елена мастер по наращиванию. Нравится делать девушек красивыми. Нравится, что получается в конце, что приходит как к тебе чистый лист, и ты наращиваешь, и потом получается эффект вау. Вот только клиентов не густо. Я в день пока что делаю только два наращивания двум людям. И у меня ценник в два раза меньше, чем у топовых мастеров, так сказать. Елена регулярно повышает квалификации и очень старается увеличить скорость своей работы. Верит, новая профессия позволит ей зарабатывать достойные деньги. Хороший мастер может прийти к заработку и 100 тысяч рублей, и больше. Главное, научиться все делать качественно, хорошо. Целеустремленность есть, трудолюбие есть, умница. Но что скажут эксперты и клиенты? Скоро узнаем. Здравствуйте, меня зовут Винницкая Елена, я начинающая лошмейкер. Здравствуйте, меня зовут Дарья Артеменко, я владельца студии. Дарья Артеменко – действующий мастер, организатор и судья международных чемпионатов по наращиванию ресниц и моделированию бровей. Здравствуйте, меня зовут Янычева Надежда, я руководитель студии и инструктор бьюти-мастеров. Надежда Янычева – руководитель школы-студии оформления взгляда, опыт в бьюти-индустрии более семи лет. Здравствуйте, меня зовут Анна Рынк, я владелец студии и практикующий мастер по наращиванию ресниц. Анна Рынк – опыт в наращивании ресниц более шести лет, участник и призер профессиональных чемпионатов. Елена, а как давно вы пришли в эту профессию? Я работаю совсем недавно, около трех месяцев. Нравится тем, то, чем вы занимаетесь? Да, очень. Какие у вас сложности были на начальном этапе? Было сложно, то есть все начать быстро делать, чтобы все было правильно, чтобы была и постановка правильная, и сцепка, и чтобы по времени успевать. Есть сейчас какие-то любимые направления в наращивании ресниц? Нравится все, как бы ко всему новому я готова. Раз готова, значит все получится. Ну, наверное, если пройдешь все испытания проекта. Для начала Елена в качестве студентки сдаст экзамен по теории. Всем ли идет черный? Да, черный идет практически всем. Но на самом деле черный цвет наращивают только крашеным брюнеткам. А затем Елена покажет себя в деле. Конечно же, нарастит ресницы. Если вы готовы, мы можем проходить на кушетку. Да, конечно, пойдемте. И только после итогового испытания наши эксперты вынесут свои оценки. Назовут ли начинающего мастера профессионалом? Помогут ли на пути к мечте о высоком чеке за услугу? Совсем скоро узнаем. Чтобы стать профессионалом, может понадобиться разное количество времени. Это может быть и месяц, может быть два. Для кого-то это целый год может пройти. Если у кого-то была практика мелкой моторики в детстве, кто-то плел из бисера, что-то вышивал, рисовал, то эта девушка гораздо быстрее проходит обучение и процесс привыкания именно к мелкой моторике. Елена Веницкая получила юридическое образование, но Фемиди предпочла работу в бьюти-сфере. Елена прошла обучение на мастера по наращиванию ресниц и даже устроилась в одну из студий. Только вот пока клиентов маловато. Чтобы узнать, как достичь высот в профессии, Елена и пришла на наш проект. Свой вердикт вынесут потенциальные клиенты и эксперты. Если сегодня наше с вами взаимодействие мне понравится, я готова предложить от себя мастер-класс «Как избежать негативных отзывов при работе с клиентами». Спасибо. Елена, если меня все устроит, то я бы хотела вам предложить мастер-класс по работе с цветными ресницами. Спасибо. Со своей стороны, если мне понравится ваша работа, я готова предложить вам мастер-класс по работе над ошибками и участие в номинации «Классическое наращивание чемпионата Кристалл Лук». Спасибо. Звучит интересно. Есть за что побороться. Но для начала мы должны проверить ваши теоретические знания, насколько хорошо вы знаете этот блок. Подскажите, пожалуйста, вы учились офлайн или онлайн? Мое первое обучение было офлайн, последующие обучения были онлайн. Елена, давайте тогда проверим ваши теоретические знания. Экзамен буду принимать у вас я. Думаю, что я справлюсь. Возможно, у меня будут какие-нибудь ошибки, но я надеюсь, что незначительные. Нужно знать все препараты, с которыми ты работаешь. Нужно знать санпины, нужно знать все правила, все мелочи. Нужно знать и с технической, и с практической стороны. Давайте приступим. И первый вопрос будет такой, который знает практически каждый лэшмейкер. Ну, я думаю, что почти вообще каждый. А когда же появилось классическое наращивание ресниц? Я думаю, что классическое наращивание ресниц появилось больше 20 лет назад. Ну, это почти правильно. И оно появилось у нас в 2003 году. Не знаете случайно, кто его изобрел? Нет, конечно, я не знаю. Но это был шоу у Емура, и первая его модель была Мадонна. Что называется интересный факт в копилку? Чем же отличается классическое наращивание от объемного? В классическом наращивании на одну свою ресницу клеится одна искусственная. А в объемном наращивании клеится больше одной ресницы, то есть 2, 3, 4 и больше. Да, это совершенно верно. А как правильно подобрать цвет? Всем ли идет черный? Черный идет практически всем. Но на самом деле черный цвет наращивают только крашенным брюнеткам. И следующий наш вопрос. Чем же нужно руководствоваться при подборе эффекта наращивания ресниц? Нужно смотреть, какие глаза у клиента. То есть, может, они как-то немножко опущены, может быть, они расположены далеко друг от друга. Также нужно смотреть на, опущены ли века, в принципе, какого размера глаза. От этого всего, отталкиваясь, уже подбираем объем, эффект клиенту. Да, вы совершенно правы. Сейчас набирает популярность коричневые ресницы, потому что они более натуральные, а естественность – это тоже на сегодняшний день один из трендов наращивания ресниц. Как правильно обрабатывать пинцеты? Можно обработать специальным средством, дезинфицирующим, либо в сухожар. После работы мы их должны промыть под проточной водой, просушить, потом в ультразвуковую ванну опустить с аламиналом, например, трехпроцентным, либо оптимакс это будет. Далее мы их промываем, снова просушиваем, кладем в крафт-пакет и в сухожировой шкаф на час при температуре 180 градусов. Это очень важно, потому что пинцеты у нас бывает контактируются с лизистой, это и слезы, поэтому просто обработки и дез-средством недостаточно. Ну что ж такое? Все не так. В нашей стране даже прописано в законе о том, что обработка должна такая же быть, как у мастеров ногтевого сервиса. Подскажите, а как правильно ухаживать за наращенными ресницами? Необходимо их промывать, расчесывать, не травмировать, то есть не спать лицом в подушку. Ну как бы нежелательно ходить, конечно, в сауну, в баню. Давайте не будем про это говорить, я сейчас закопаю себя. Ну давайте не будем. Следующий вопрос. Скажите, Лена, а чем можно снять наращенные ресницы? Их можно снять ремовером. А какие бывают ремоверы? Жидкие, гелевые и кремовые. Абсолютно верно. Скажите, а какая должна быть площадь соприкосновения искусственной реснички с натуральной? Площадь должна быть миллиметра два-три. оптимальная площадь соприкосновения одна-третья реснички. А, да. Ресница продержится гораздо меньше, это первый момент, и нарушится визуальная эстетичность наращивания, так как ресница будет торчать сильно либо вверх, либо вниз. На этом наш теоретический экзамен закончен. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Ой-ой, ну прям страшно узнать результаты. Сама как считаешь? Очень волновалась. Скорее всего, либо три с плюсом, либо четыре с минусом. В целом, мастер справилась, учитывая, что она всего лишь три месяца работает. У нее хорошие знания на твердую четверочку. Уф! Ура! Поздравляем, сдала! Все-таки основной уклон здесь идет на практику. Основное, что должен научиться мастер, это практика, и ее должно быть очень много. Практика, конечно, важна. Но теория и практика, они друг без друга не могут. Елена, как успехи, как справились, как все прошло? Я считаю, что можно было и лучше пройти теоретический экзамен, но, в принципе, на большую часть ответов я ответила правильно. Размер сцепки, у меня была точная ошибка, это запомнило всю жизнь. Я сказала, что она должна быть 2 миллиметра, на самом деле, она должна быть 1 третья от всей длины ресницы. Вот, видишь как? Какой полезный проект. Давай тогда проверим тебя в деле, отправляйся в студию и поработай стажером. А мы останемся здесь и будем наблюдать. за твоей работой. Хорошо. Итак, вот и пришло время увидеть, чего же стоит наша героиня. Елена отправляется в студию наращивания ресниц и в качестве стажеров встретит клиентов. Задача Елены сначала подобрать для девушки подходящую схему наращивания, а затем и преобразить взгляд модели. А эксперты останутся в студии и будут наблюдать за успехами начинающего мастера, чтобы потом дать честную оценку ее работе. Я буду смотреть на направление, на склейки, на отступ. Самое главное, чтобы не было склеек для удобства для клиентов в дальнейшем, чтобы в носке, потому что это может быть очень даже опасно. На каждый технический параметр я буду обращать внимание. Заполняемость внутренних углов, внешних, середины и так далее. А эффекты наращивания такие, как бел колеса, переходы из одного изгиба в другой, из одной длины в другую, это уже больше визуальная часть на то, что будет обращать внимание именно клиент. Поэтому я на это тоже обязательно буду смотреть. И мы со зрителями будем смотреть. Готово? Есть переживания, потому что новая студия, новое место, но в себе я уверена. Профессионал он на то и профессионал, чтобы уметь хорошо работать в любой ситуации. Поехали. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Елена. Сегодня ваш мастер. Пожалуйста, присаживайтесь. Подскажите, какие реснички вы бы хотели себе сделать? Ваши предпочтения по длине, по густоте, по изгибу? Надо, наверное, чтобы максимально было естественно. Какого цвета вы хотите реснички? Черные, коричневые? На ваш взгляд, черные, скорее всего. Не знаю, ни разу не делала, поэтому... Ну, для первого раза я порекомендую сделать черные реснички. Лена, Лена, ну обсуждали же, что черный идет не всем. Я бы еще предложила, конечно, по цвету поиграть, не делать всем подряд черные ресницы, а сделать все-таки горький шоколад, потому что у нее такие карие глаза, достаточно теплые. Можно сделать классическое наращивание, то есть они будут смотреться максимально естественно. Ну, наверное, тогда будем делать классическое наращивание. Хорошо, по эффекту, какой вы хотите примерно. А какие есть? Есть кукольный эффект, есть лисий, есть кукольный лисий, есть беличий, есть натуральный. Можно сделать либо беличий эффект, так как у вас есть особенность новейшего века, либо можно сделать натуральный. А как-то наглядно можно посмотреть? Если хотите, я могу вам показать наглядно, как это будет примерно выглядеть на глазах. Хорошо, давайте посмотрим. Первоначально она же предложила белку, она предложила скрыть нависшее веко, это в принципе правильно. Вот ваш глаз. Чтобы убрать немного нависшее веко, я предлагаю вам сделать основную длину вот здесь вот. То есть получается можно там сделать длину 11 либо 12, а здесь будет на уменьшение, то есть 10, 9, ну и здесь 10. Умещать два изгиба еще рано, но в любом случае мне кажется, она как мастер должна сразу определить, какой нужен ей эффект. В принципе, а еще какие-то варианты есть? Да, конечно, можно еще сделать натуральный эффект. Получается у вас будет идти плавно вот так вот и вот так здесь заканчивается. Так, еще можно сделать лисий эффект. Получается вот ваш глазик, реснички и у вас основная длина будет заканчиваться вот здесь. Получается он примерно будет вот так вот идти. Правильно, что она сказала про лису, потому что у девушки изначально сделана стрелочка перманент. Значит, ей нравится то, что она глазик вытягивает. Ну и тут получилось по эффекту у нее что-то между натуральным крас-лиси. Ну я, конечно, рекомендую сделать вам либо натуральный эффект, либо сделать вот такой вот между натуральным и лисим. Они будут смотреться у вас очень хорошо и вам подойдут. Ну если честно, не знаю. Давайте сделаем вот эти реснички между натуральным и лисим. Я думаю, что вам должны подойти. Хорошо. Она повелась как раз-таки на мнение клиента и сделала неправильно. Я бы сделала больше все-таки на округление. Это бы закрыло и нависающее веко, и открыло бы глаз клиентке. Елена Веницкая отказалась от карьеры юриста, чтобы стать лашмейкером, мастером по наращиванию ресниц. Она прошла обучение и уже три месяца работает в салоне. Девушка уверена, топовые мастера могут зарабатывать более ста тысяч в месяц и готовы на все, чтобы войти в их число. На нашем проекте Елена уже прошла теоретический экзамен. Подскажите, а как правильно ухаживать за наращенными ресницами? Давайте не будем про это говорить. Я сейчас закопаю себя. И предложила свои услуги в одном из салонов. Ну, если честно, не знаю даже. Давайте сделаем вот эти реснички. Я думаю, что вам должны подойти. А сейчас Елене предстоит еще одно финальное испытание, после которого эксперты наконец скажут, готов ли кто-то из них сотрудничать с начинающим специалистом. Сегодня на кону мастер-классы по цветным ресницам, участие в профессиональном чемпионате, а также мастер-класс, как избежать негативных отзывов при работе с клиентами. С легким, в принципе, всем легко справиться. Если какие-то сложности, то там и просматривается профессионализм, которого пока Елене чуть-чуть не хватает и над чем, собственно, мы будем работать. Елена уже познакомилась с клиенткой и подобрала для нее подходящую схему наращивания. А прямо сейчас пора браться за клей и пинцет. Клиент уже ждет преображения. Абсолютно все начинающие мастера косячат в начале глаза. Это заполнение внутреннего угла. Нужно сделать правильно оттяжку, правильную постановку, правильно на ресницу, посмотреть, как она растет вниз, вверх, прямо. Таким образом подобрать искусственную ресничку, чтобы она не упала во внешний угол, не провисла. Опять же, чтобы она не воткнулась в веко верхнее. Если вы готовы, мы можем проходить на кушетку? Да, конечно, пойдемте. Лена, ну аккуратнее. Так можно и клиента без глаз оставить. Да, кстати, очень правильно, что мастер в перчатках работает, потому что, ну, по сути, вам должны быть в перчатках. Заметили, что реснички на внешнем углу, они завалены к носу, и это дополнительная сложность в работе у мастера. Ну, несмотря, опять же, на ее опыт, три месяца у девочки и руки она ставит правильно. То есть она фиксирует руку и потом ставит ресницу. Девочки, ну что, давайте усложним ей работу. Ну что, ну, скроет она это новейшее веко. Ну, любой начинающий мастер может его сказать. Может быть, цветные реснички добавим, ну, пару-тройку цветов для интереса. Посмотрим, как она сможет это все совместить. Ну да, какой она подберет цвет и как она их будет ставить вместе или в разброс, и в какие части глаза она их распределит. Да, отличная идея. Ого, что-то интересное! С цветными ресницами абсолютно несложно работать. Главное, знать, как их правильно подбирать. А чтобы их правильно подобрать, нужно разобраться в круге Итана. И все. По поводу цвета я бы, конечно, поспорила. И подарила девочке круг Итана, чтобы она смотрела, что как цвет подбирать. Цветных как бы мало, конечно, но в любом случае зато клиентка не будет шокирована, что у нее сразу бах, много цвета. И нету такого вкуса. То есть они будут где-то играть на цвету, но в целом все хорошо. По технической части есть моменты с отступом, с отслойками, с направлением. Но они как бы не повсеместные, а именно в сложных ресницах клиента были допущены ошибки. То есть... Что? Все? Ну и видно, что у нее клиентка довольна. Это самое главное. Это самое главное, да. А точно довольна? Сейчас узнаем. Переживала, что получится ярко, но на самом деле цветные реснички ну как бы не особо заметны. Опа! Что совсем не понравилось? То, что хотела, получила. Объем. Густота ресниц. Все-таки довольна. Значит, справилась. Ура! Ну что, время подводить итоги. Елена, а для чего давала такой большой выбор эффектов клиентке? То есть ты рассказала про натуральный, беличий, лисий эффект. Не проще было сразу предложить ей какой-то один? Я хотела, чтобы ей было из чего выбрать. Потому что ресницы она делала первый раз. Она еще сама, в принципе, не знала, что она хочет. Мне хотелось ей показать разнообразие, чтобы она выбрала такие реснички, которые ей ближе по душе. А на выбор предлагала другие изгибы? Или только С изгиб? Да, я предлагала изгиб Д. Он тоже смотрится натурально так же, как и С. Но она хотела не сильно подкрученные. Поэтому остановились на С. Да, ничего не понятно. Дорогие эксперты, ждем оценок. Мне очень понравилось, что вы очень грамотно при своем опыте проконсультировали клиента. Предложили выбор. Были, конечно, какие-то неурядицы во внешнем углу, но это всегда сложно прорабатывать, особенно левый глаз. И над этим я бы вам порекомендовала больше поработать, потренироваться. Там были недочеты с отступом, но это все регулируется, нарабатывается со временем, с практикой. Так что у вас все получится. Нужно поработать над направлением. Все-таки во внешнем углу не начинать сразу с больших длин, потому что у нас там есть коротенькие реснички. И чтобы они не провисали, лучше взять, конечно, длину поменьше. И нужно вам начать совмещать разные изгибы. Тогда работа будет смотреться более эстетично. Спасибо. Сейчас мы с коллегами посовещаемся и огласим результат. Кто из нас продолжит с вами работу? Девочке есть потенциал. Видно, что она старается, она стремится к знаниям. И видно, что работать она хочет. Мне сейчас в целом вообще был бы нужен мастер, я бы взяла на стажировку себе. Ого, то есть это уже не мастер-класс, а настоящая работа. Правильно понимаем? Елена, к сожалению, я лично вынуждена вам отказать, потому что я привыкла работать все-таки с опытными мастерами. Мне нужен всегда готовый мастер с большим опытом, который не совершает таких ошибок, которые совершили вы. Я пока тоже вам отказываю, но желаю вам успехов в дальнейшем. А я увидела у вас огромный потенциал, поэтому я готова взять вас к себе на стажировку, дотянуть ваши знания и навыки до топ-мастера и готова с вами поработать. Спасибо. Вот так вот. Поздравляем с новой работой. Ура! Елена лишь одна из тех, кто рискнул и круто изменил свою жизнь. Она не побоялась и прошла все испытания проекта. И главное, профессионалы поверили в нее. Поэтому сегодня она с уверенностью может сказать «Я себе цену знаю». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Игорь Негода